Сейчас мы находимся на высоте второго этажа. Здесь уличный художник Александр Демкин делает надпись, которая гласит, что в Рязанской области было 387 героев Советского Союза, прошедших Великую Отечественную войну. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это за проект? Этот проект называется «Рисунки Победы», посвященный прошедшим Великой Отечественной войне. Баллончик с краской, трафарет и респиратор – вот, пожалуй, и весь нехитрый набор уличного художника. А еще фантазия, которая помогает воображению творить невероятные картины прямо на зданиях. Александр уже имеет опыт в подготовке подобных арт-объектов. Он является автором масштабной работы под названием «Мир», которая сделана на доме рядом с торговым центром «Атрон». Молодой человек признается, что следит за творчеством своих коллег. Ему нравятся работы, выполненные в технике стрит-арт польского дуэта «И там и Крю», а также испанского художника Эриса. В Рязани, по мнению Александра, благодатное поле для стрит-арта, но люди, увидев человека с баллончиком, реагируют по-разному. Чаще всего свободный художник ассоциируется с вундализмом. Но этот вид уличного искусства далек от такого направления. Здесь работают с образами. Это своеобразный иммажинизм в художественном творчестве. Работу, во-первых, согласовывают, во-вторых, пытаются вписать в городское пространство. Она не выглядит пятном на здании, а является неким продолжением идеи архитектора. Данная работа больше, чем идея автора. Это дань памяти павшим воинам в Великой Отечественной войне. Она носит информативный характер. Работа с образом, гармоничное вписывание в пространство и работа с периферией этого места. То есть, как-то гармонично о чем-то сказать, чтобы это не было, например, граффити, которое где угодно делают. Оно везде одинаково, а тут уже как-то более осмысленно подхожу к этому. Я считаю, это дело важным. Важно об этом напоминать и не забывать. И это один из методов того, чтобы помнили. Проект «Рисунки Победы» был организован региональным отделением волонтеров Победы. Цифры для нового арт-объекта, по словам руководителя Кристины Зориной, взяли на официальном сайте Министерства печати. А перед 9 мая такая же надпись была размещена на билбордах города. Ее творчески преобразовали, и теперь она размещена на фасаде дома 74 по улице Маяковского. Идея данного проекта возникла случайно. Проводили одно из мероприятий на почтовой, где спрашивали у прохожих просто какие-то факты из истории. Просили сопоставить дату и какое-то событие. И поняли, что очень много пробелов, причем в довольно-таки элементарных вещах. Мы решили, что нужно восполнять их, но каким-то необычным способом. Потому что заставить читать учебники – это неинтересно. Мы решили, что визуальный контент будет лучше восприниматься, и поэтому пришла такая идея проекта «Рисунки Победы». Первый рисунок Победы появился в Рязани накануне Дня памяти и скорби, который состоится 22 июня. Теперь, проходя мимо здания на улице Маяковского Рязанца, и гости города непременно будут вспоминать своих героев. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».